Сделаем несколько крыштов. Маржедона приветствует всех ростовчат. Это же хорошо. Такая бодрость. Без фронтизма чувствую, что замерз. Никакого пагубного влияния на голову это не оказывает. Движение можно за столом делать, повращались. Маржевать я начал браться, мне совет дал дед Ефим. Я давно хотел заняться чем-то эдаким-таким. Не за тем, что это модно, спорта вид совсем не нов. Просто можно принародно прыгать прорубь. Ну как в кино. Крещенские морозы. Страшнейший холод. А значит самое время купаться в легену. Это русская традиция, она живет в народе, ее нужно приветствовать. Это всегда благоприятно сказывается на здоровье человека, который купается, я думаю, на общее состояние, на здоровое состояние в нашем обществе. С какого это удается? Как? Очень просто. Окунуться очень даже хорошо. Такая бодрость после того, как выйдешь в прорубь. Даже холод не ощущаешь. Вот даже минус 20 выйдешь в прорубь и не ощущаешь холода. Трудно поверить. А сколько вы уже и сколько вы этим занимаетесь? 40. Окунаться в воду – это всегда стресс для организма. Поэтому люди с неустоявшейся психикой или склонны к нервным возбуждениям, им лучше делать это или аккуратно, или постепенно, ну или под наблюдением опытных психологов, или врачей, или опытных маджей. Ну вообще сначала холодно, потом мы больше начинаем согреваться. Но в любом случае это не для всех. Понятно, надо к себе прислушиваться, чтобы не сделать хуже. А сейчас у них не холодно? Сейчас нет, сейчас нормально. Ну ногам холодно. На моих уже? В таких тапочках не холодно? В ноги, руки их больше, ну наиболее чувствительные. Главное – не чувствовать спазмы в голове. Длительное пребывание в воде, допустим, во время соревнований, действительно может привести к тому, что идет спазм сосудов головы, и человек может почувствовать головокружение. Но это тоже сигнал к тому, что надо войти в теплое помещение, одеть шапочку, согреться. Ну, по крайней мере, лечь, чтобы был прилив к голове, к крови. Самое опасное – это, когда человек находится в предболезненном состоянии. Можно окунуться, и бывали случаи, что человек, купающийся, получали и сильное охлаждение, скажем так. Ну, это когда температура 20-30 градусов, это, конечно, чревато. Можно получить обморожение конечностей. В воде нужно находиться 1 минута, 2 минуты. Мы иногда плаваем, ну, допустим, сделал 10 грибков, если свободная вода, и можно уже вылазить. Потом можно повторить второй заход, третий заход. Это будет даже лучше, чем длительное пребывание в воде. Достаточно, ну, по нашему опыту, купаться где-то раз в неделю. Хотя некоторые говорят, наверное, нужно каждый день обливаться холодной водой. Это не обязательно, все зависит от настроения. Нужно всегда хорошо отсыпаться, чувствовать себя бодрым, здоровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова